Дело Эмиля Байрамова получило продолжение. Напомним, Центральный районный суд города Твери вынес приговор Байрамову в марте этого года. С момента страшного ДТП с участием Байрамова на момент оглашения приговора прошло более года. Это случилось у кукольного театра в Твери. В результате столкновения автомобилей Киа, Стингер и Фольксваген Пола смертельные ранения получил водитель Фольксвагена Каравашкин и пострадали 8 пешеходов, ожидающие в этот момент разрешающего сигнала светофора. Напомним, скорость движения Киа, Стингер на момент аварии составляла 104 км в час, а в организме Байрамова эксперты обнаружили кокаин. В ходе расследования уголовного дела действия Байрамова были квалифицированы по пункту А, части 4, ст. 264 УК РФ по уголовному делу. И с 16 июля 2020 года первым заместителем прокурора Тверской области утверждено обвинительное заключение по делу и направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу. Мы обвиняемый Байрамов ранее судим в 2013 году по части 1, ст. 115 УК РФ, а также в 2014 году по части 2, ст. 213 и пунктом АА, часть 2, ст. 115 УК РФ, в том числе к наказанию в виде реального лишения свободы. Гособвинитель в премиях сторон просил суд назначить Байрамову наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Еще в ходе предварительного следствия сторона Байрамова выплатила пострадавшим денежную компенсацию. И вот долгожданное решение суда. Приговор оглашался без малого полтора часа. Вердикт судьи – 6 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии поселения. Моя доверительница высказала свое мнение в суде. Она сказала, что она, ну прежде всего, да, она обратилась к суду с заявлением о том, что от исковых требований она полностью отказывается. Она также заявила, что она просит суд не назначать Байрамову строгого наказания. Она высказала, что она Байрамову сочувствует, как нормальный человек, да, высказала сочувствие. Также она сказала, что ей очень жаль родителей Байрамова, которые, так сказать, да, ну, сами понимаете, понесли, в общем-то, большой моральный вред. Ни о каком прощении Байрамову Каравашкина не говорила, подчеркнул ее адвокат. Что же касается отказа Каравашкиной от исковых требований. Ей перечислили добровольно в общей сумме миллион шестьсот. В связи с этим она отказалась, да, она вполне возможно посчитала, что эта сумма достаточна. Так вот, в апелляционную инстанцию на приговор Центрального районного суда поданы две жалобы. Со стороны защиты Байрамова и со стороны государственного обвинения. Защита считает вынесенный Байрамову приговор слишком суровым. Гособвинение считает, что Байрамов должен отбывать наказание реально в колонии общего режима. Очередное заседание по делу пройдет 15 июня.